всем привет привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидеи ребятки сегодня будет обалденное видео правда необычный формат но в этом видео я покажу вам как не потерять ни одной орхидейки после пересадки и чем обработать орхидейки после срезов если у вас нет максима это многие у меня спрашивает а это дикий кот шикарный и который цвел у нас на протяжении трех почти лет ну что мои хорошие займемся пересадкой обработкой поехали я хочу пообрабатывать свои цветочки для начала я протруем листочки витамаром витамар у меня налит принесла со склада здесь у меня я у нас вода 700 миллилитров воды 700 грамм 700 миллилитров и налью чуть-чуть витамара на глаз но надо на литр воды 0 5 миллилитров так как мы будем протирать листочки можно чуть чуть побольше размешиваем витамар я приготовила салфеточку и буду протирать этой салфеточкой первое что я сделаю это хорошо протру и в листочки в марте уж пришел покушать вы заметили наверно да что он очень любит кушать когда я начинаю снимать видео это мы протерли листики сразу протру листочки а потом займусь тем что я сегодня запланировала с ними сделать и кому интересно можете оставаться и посмотреть что же я буду сегодня делать со своими орхидейками я прошлась по всем своим орхидейкам и на сегодняшний день нашла только вот эти четыре орхидейки которые нуждаются в этой обработке который я сегодня буду для них делать многим непривычен такой формат я знаю вы привыкли все видеть очень близко ну думаю что и так будет все доступно понятно что я делаю видео будет длинным поэтому у кого не хватает терпения смотреть мои длинные видео и вообще у кого не хватает терпения смотреть мои видео прошу их не смотреть ну а кто со мной давно находится и кого все устраивает как говорится добро пожаловать на мой канал а еще буду напоминать об этом часто и в каждых видео что у меня есть еще один канал про мою жизнь который называется вперед к мечте мой мир моя жизнь там я очень часто показываю себя мартюша ну и все что связано с моей семьей мы очень часто там готовим всякие вкусняшки печем хлеб готовим завтраки обеды и ужины в общем очень много интересного тоже на том канале поэтому кому интересно подписывайтесь ссылочка на канал всегда оставляю и есть в инфобоксе и всегда оставляю в комментариях закрепляю комментарий первым я думаю когда вы заходите хотите что-то написать вам прекрасно его видно все насколько смогла потерла им листочки но сейчас хочу вот эту красавицу обработать 1 а что я хочу и сделать я сейчас вам объясню держать у цветоноса видите как испортился это у нас равелла зимой она у меня загнила и я не вынимаю и субстрата сняла все плохие листочки замазала максимом и оставила для начала давайте посмотрим что же у нас в горшочке а может мы ей полностью заменим субстрат и посадим ее пониже мне не очень нравится что она сидит в посадке вот так высоко горшочек сполоснули беру пакетик тогда старый весь субстрат мы выпьем и изменю ей маленечко сейчас посадку не хотела этого делать но зимой если вы помните я обрабатывала орхидей коктейлем янтарная кислота плюс нашатырный спирт по моему и мне не очень понравилось обрабатывала я не так как в принципе надо да все обрабатывают по листу а я просто пролила свои посадки этим препаратом и мне не понравилось как отреагировали мои орхидей ки и в том числе много попортился мох после янтарной кислоты и нашатырного спирта никак не сооружу как правильно сказать и мог такой стал знаете как вареный и он уже не несет никакой в принципе пользы орхидеям поэтому насколько смогу осторожно горшочек сполоснула можно поставить его обратно друг в дружку так прекрасно шикарно растет мох в некоторых местах но я постараюсь осторожно все здесь распотрошить сейчас весна и орхидей к должна хорошо приняться в рост и не понять это пересадки причем я не собираюсь вот прям полностью здесь что-то у нее извлекать но сейчас посмотрим в процессе чтобы сильно не травмировать орхидей можно какую-то часть вот этого старого мха оставить для того чтобы не раскручивать ее корневой ком я постараюсь это все сделать осторожно чтобы корешочки в этом же положении как говорится и остались ну вот в принципе вот такая у нас корневая это зеленые корешочки не черные перевожу то что вам плохо видно и вижу один корешочек 2 от шеи не очень хороших и я их удалю вот от шеи он прям сухой и вот здесь еще один такой тоже сухой здесь тяжики раньше я всегда оставляла поэтому сейчас они уже не нужны я их удаляю зачищаем шейку если это требуется что-то лишнее можно отрезать так вот здесь еще сухой корешок от шеи я его тоже удалю вот он от шеи прям сухой дальше да он хороший но у нее корней много поэтому не стоит и оставлять вот это вот все дело все остальное ком я не буду трогать из этих корней оставлю все так как есть сейчас посажу ее постараюсь поглубже и обложу ее свеженьким хом мог у меня конечно не свежий мог у меня сухой с прошлого года но я его размочила и как я его размачиваю я показываю практически каждых своих посадках поэтому сейчас на этом заострять внимание я не буду очень легенько укладываю мох на дно горшочка и ровно она у нас конечно здесь все равно не сядет она будет больше на одну сторону потому что у у нее растет так растут как корешочки но меня это совершенно не смущает пускай сидит так как ее больше устраивает не прям очень легенько переложу ее мхом очень-очень легко и свободно утрамбовывать ничего не буду мог я сейчас помочила важный а для чего я ее так легко сажаю потом я собираюсь ее перевести уже на мою любимую посадку без сухого субстрата сейчас она посидит какое-то время в легком легком проветриваю воемом мхе объяснила а потом я ее переведу на бессубстратное содержание то есть растена у меня будет с голой корневой чтобы она не клонилась и не падала в эту сторону я поставила ей держатель цветоноса палочку и пускай она у меня вот так вот растет мог очень легенько свободненько воздушненько сел у нас в эту посадочку ну знаете как бывает сажаешь на чуть-чуть и оставляешь на совсем поэтому пока полностью ее шея не обрастет новыми корешками я ее не буду сажать в бессубстратный горшок а когда от шеи уже сверху после больного места вырастут свежие корешочки и побольше я обязательно ее пересажу в другую посадку ну а сейчас давайте займемся диким котом что же я хочу сделать с ним он сидит у меня с 18 года с августа месяца в этой посадки а посадка у него полностью циафлора я не знаю видно вам или нет потому что циафлора также покрывается зеленью все но корней там целый горшок сейчас я для начала удалю все воздушные сухие корни а наверное сначала я сниму небольшой слой циафлоры сверху вот таким образом циафлора удаляется очень легко примерно пол горшочка циафлора я у нее уберу и оставлю циафлору только практически на дне горшочек сейчас многие начнут опять писать а я бы вынула ну во первых вы не я я не вы поэтому я вам показывают то что делаю я я не хочу потерять своего дикого кота потому что он очень тяжело переносит всем пересадки и возможно если я ему сейчас полностью сразу сменю субстрат то наша растюха просто погибнет теперь оставшийся субстрат который есть в горшочке я промою под напором воды субстрат полностью промыт и у нас стали виднеться корешочки которые присутствуют в горшочке ставлю горшочек обратно чтобы орхидейка не перевернулась потому что на этих ножках она стоит неустойчиво удаляем нижние желтые листья даже если они не желтые были бы я нижние листья сейчас все равно бы удалила разделяем листик на две части и тянем в разные стороны и 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 2 листа удалили теперь смотрим все что нам не нравится в самом горшочке и отрезаем сухие корешочки где не можем достать так удаляем все пинцетом удаляем старые цветоносы как я это делаю в приближенной форме я вам показывал пройдите по каналу и посмотрите видео выходило буквально несколько дней назад старая частицы мха нашла потому что у меня циафлора всегда покрыта мхом теперь по возможности зачищаем шейку все старые чешуйки снимаем так как мы промывали наш горшочек сейчас все эти чешуйки мягкие их легче снять потому что промывая горшок мы также попадали и на шею все в принципе все плохие корешочки мы удалили у орхидейки все что нам не нравилось отрезали так вот этот цветонос старый мы еще не удалили с вами так отрезаем отсветший цветонос потому что от него толку уже не будет до живой почки я отрезаю всегда если орхидей надо будет она его сама заберет сейчас на какое-то время накрою вот эти воздушные корни салфеткой мокрой для того чтобы они намокли можно это сделать из пульверизатора но тогда можно попасть в точку роста а я не хочу этого делать эти корешки можно отправить вот так намочиться а а а а а а а и подождем пару минут чтобы корешочки хорошо намокли и так наши корешочки с вами намокли и теперь мы стараемся опустить их субстрат смотрим их направление в какую сторону они стремились расти и в тоном в том направлении их отправляем осторожно субстрат но не забываем что эти корни пить самостоятельно не умеют они воздушные поэтому первое время полив надо будет делать осторожно корешочки эластичные и они сейчас крутятся то есть можно их осторожно закрутить посадку микротрещинки в любом случае будут и никуда от них не деться но по возможности стараемся осторожно сделать их как можно меньше спешить здесь не надо осторожно каждый корешочек укладываем субстрат делать это не обязательно мы можно оставить их также воздушными как они были но я хочу заправить их субстрат впереди лето и они все равно высохнут потому что очень жарко будет дома и у нас остался с вами последний корешок заправить который мы сейчас заправить не можем мы поможем влажным мхом ему туда попасть мог я предварительно хорошо замочила поэтому сейчас я его отжимаю для того чтобы он не был мокрым и чтоб с него не текла вода прям по возможности выравниваем орхидей q как получится не получится насильно и вот ее прям толкать сюда не надо как получится чуть-чуть беру мха очень чуть-чуть и осторожно промеж корней серединочку туда закладываем теперь также с этой стороны придерживаем корешочки чтобы они у вас не поднимались и укладываем мох вместе с корешками то есть накладываем мох на корешочки и осторожно утрамбовываем берем вот этот корешочек обкладываем его мхом и вот так осторожно зажимаем его в посадке берем еще мха также отжимаем и с этой стороны прикрываем все корешочки и слегка чуть-чуть нажимаем сам горшочек тем самым корешочки и мог будут прижиматься вниз мы можем мох на корешочки влажный и прижимаем тогда корешочки не будут ломаться они будут эластичными и вот с этой стороны нам осталось закрыть маленечко корешочков от шеи мох отодвигаем потому что мы там маленечко убирали чешуйки где-то появились свежие ранки и надо чтобы это все хорошо просохло поэтому шея у меня открыто и проветривается вот так мы обработали нашего дикого кота постарались не нанести ему много травм для того чтобы он не потерял корешочки которые у него есть и не стрессанул много как он стрессанул бы если бы я ему сейчас полностью поменяла весь субстрат то есть получается половина горшочка у него осталось той посадки того субстрата в которой он сидел и половина горшочкой верхний слой я ему заменила на мог на мог все орхидейки реагируют очень хорошо поэтому все воздушные корешочки постепенно привыкнут к этой посадке и научатся пить самостоятельно дальше так не показала вам сколько корешков мы с вами удалили вот это вот все сухие корешочки где то есть живые но их удалила потому что они образовались вот на таком ну то есть не будем зацикливаться вот на этом живом корешочки корней у орхидейки предостаточно поэтому она будет себя чувствовать замечательно сейчас быстренько берем вот эту орхидейку вынимаем ее из субстрата это именно те орхидеи которые я заливала еще раз повторяюсь коктейлем вот этим энергетическим и мох испортился он просто вот знаете вот такой пожелтел и стал какой-то клёку поэтому думаю что этот энергетический коктейль лучше применять по листочкам возможно поэтому он у меня и не сработал как срабатывает у всех потому что я использовала его неправильно во мхе его использовать не очень целесообразно было хотя сам мог прям вот замечательный был когда-то и вот так испортились у нас тут все в корешочки но этого надо было ожидать потому что мог просто стал ужасный я заметила уже это давненько но сомневалась где-то в глубине души думаю мне наверное кажется все ни один вот этот тяж я удалять отсюда вы не буду здесь начал расти новый молоденький корешочек который бы тоже испортился если бы я сейчас не освободила эту орхидеи горшочек промыть берем мог хорошо тоже отжимаем накладываем вниз сейчас я его расшибу шу потому что нам вот этого мха прям вполне хватит вот так укладываю мог ставлю туда орхидей q тем самым бортики горшочка будут служить как опорой и поднимать листочки вверх теперь все что нам надо сделать это вот этим хом прикрыть чуть-чуть вот эти тяжики для того чтобы орхидей к просто держалась у нас здесь и не заваливалась ни в одну сторону то есть тяжи сейчас служит как вспомогательный элемент они и помогают орхидей к выкарабкаться и также помогают орхидей ки фиксироваться и держаться в этом горшочке если у нее полностью сейчас все удалить то придется как-то фиксировать орхидей q и она будет неустойчиво здесь стоять а за счет тяжей орхидей к прекрасно восстановится нарастить новую корневую систему и очень быстро восстановится и потом можно будет ее тоже посадить на без субстратное содержание все вот такая вот посадочка у нас получилось видите она держится и никуда не падает хотя там один малюсенький корешочек хотя же ее прекрасно держит все полив будет естественно в горшочек либо по краешку буду наливать маленечко водички и оставшаяся вода будет стекать вниз вот и третья орхидей к наша обработана и осталась у нас вот это вот красавица которую я покупала в магазине она была залитая и у нее была проблемная шея потом в итоге мы ее с вами обрабатывали здесь я у нее уже сняла по моему два листочка она их съела помните мы ее на камушке сажали сейчас я хочу убрать у нее здесь кору когда мы ее сажали на камушке у меня не было дома мха я вам еще сказала чуть позже я обязательно ее обложу мхом и вот у нее здесь видите какие сухие чешуйки мы сейчас их быстренько всем почистим корешок полностью испортился снимаем виламент тяж оставляем на один единственный корешок у нее хороший отрезаю старый цветонос он здесь не нужен из-за него может быть вся проблема срезаю еще шею отрезаю все старые пенечки от кореш очков под самый под самую шейку чтобы ничего здесь не препятствовало гниению так ребят вот этот тяж придется удалить потому что здесь есть небольшое потемнение от старого цветоноса и чтобы его вырезать надо удалить этот тяж так так да это запускается же дверь и и многие говорят люба если нету максима если нету того а если нету 3 чем же обработать орхидей q и сейчас я вам покажу чем можно обработать срезы очень эффективный хороший способ но самое главное срезать все до чистой ткани то есть чтобы гнили не было так вот этот тяж последний тоже удалю и останется у нее один единственный корешочек если мы его сейчас не повредим пока ковыряем все и берем то самое средство так ребят и берем свечку у кого какая есть зажигаем и заливаем полностью все наши срезы никого не принуждаю так делать я показываю как сделала бы я если у меня нету ни одного препарата и капаем на все срезы на все срезы я думаю вам видно капельки я думаю вам видно капельки и и вот так вот мы все с вами тут залили полностью весь этот срез сейчас промоете камушки камушки я все промыла и внутри этого горшочка не показала вам вот такая выемка и с этой стороны вот такая вот штучка и мы с вами на эту выемку ставим нашу орхидей q один-единственный корешочек в данный момент у меня есть это мое счастье я чуть-чуть прижму камушкам чтобы она держалась и сейчас я беру чуть-чуть мха совсем капельку отжимаю и укладываю сверху на камушке от шеи можно все отодвинуть возьму еще совсем чуть-чуть положу на единственный корешочек постараюсь все посадка наша завершена можно закрепить орхидей q чем-нибудь чтобы она не шаталась например положить на одну сторону камушек видите тоже и орхидей q уже не будет если шатается все равно значит и с другой стороны также возле шейки положить камушек я не буду этого делать потому что трогать и тормошить я ее больше не собираюсь как я ее буду поливать буду просто из груши понемножечку вот сюда по краешкам наливать на мох водички тем самым орхидей к будет находиться во важном субстрате все мои хорошие всем пока пока и до новых встреч кому понравилось видео не забываем ставить лайк подписываться на два моих канала и всем пока пока